Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть оценку соответствия производит компонент AnyConnect. Ранее... Этого оценку соответствия производил... Один клиент... Который назывался... На... 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 На этот процесс... Клиент... Он был... В принципе, бесплатный... То есть в любом случае... Для оценки соответствия... Нужно будет как минимум... Например... обеспечить скачивание такого клиента и установку его на компьютер? Я думаю, немножко неправильный вопрос. Допустим, у нас доктор со своим домашним компьютером приходит на работу. Он знает пароли. Он запускает 802.1X-аппликант. У него есть соответствующие либо пароли, либо сертификаты на этом компьютере. Вас интересует ДЛП-защита? Коллеги, ввиду того, что мы очень сильно выбиваемся от графика, я предлагаю, давайте мы вынесем это обсуждение юз-кейса немножко в полу-арму. Я прошу очень прощения, что я вас выбиваю, потому что мы сейчас потратим время, чтобы понять друг друга, и еще потратим время на обсуждение юз-кейса. Мне, конечно, не очень хочется это делать, но давайте мы с вами поговорим после окончания презентации. Спасибо. Потому что это уже немножечко, как бы мы отходим в сторону от анализа с лаблетом, да, что является сейчас новой темой нашей презентации. И поэтому мы поговорим попозже о том. Давайте мы перейдем к… То есть я еще раз вам расскажу про компоненты решения. Как вы уже видели из презентации, одним из компонентов решения является система защиты и обнаружения ледоносного программного обеспечения на сети. Это может быть как отдельное устройство, так и функционал в составе системы для извращения вторжений Firepower, либо мышцового экрана ОСА, либо в качестве… либо система устанавливаемая на интеграторы с интегрируемыми… на мышцовый центр с интегрируемыми сервисами АСА второго и третьего поколения. Также защита от ледоносного ПО может быть реализована на хостах в виде клиента, либо на системах защиты имейл и веб-трафика. Конечно, для того, чтобы обеспечить защиту от сложных и многовекторных атак, кои сейчас, собственно, и проникают в нашу сеть, рекомендуется использование этих систем на всех рубежах, на всех точках, возможных точках проникновения в нашу сеть. По результатам тестирования в NSS Labs система АМК обеспечивает обнаружение и блокирование до 99,5%, но вот оставшиеся полпроцента, которые потенциально могут попасть в нашу сеть, могут быть отработаны с помощью перспективной безопасности. То есть в случае, когда потом станет понятно, что наша сеть была скомпрометирована, мы можем использовать собранные нами данные о поведении этих файлов для того, чтобы полностью нейтрализовать, найти и нейтрализовать их в нашей сети. Одним из самых важных компонентов, не самым важным компонентом данного решения является облако. Все всегда спрашивают, что же такое находится в этом облаке. Именно облако осуществляет аналитику, именно в нем заложены все функции и алгоритмы по анализу и принятию решения, является ли файл вредоносным или нет. То есть системы, установленные в вашей корпоративной сети, они вычисляют хэш и делают запрос в облако и получают уже информацию о том, является ли этот файл вредоносным или нет. Именно в облаке анализируются метаданные о каждом конкретном файле. Говорю сразу, что это может быть и частное облако, в случае, если компания по каким-то определенным причинам не хочет делиться и боится, что какие-то конфиденциальные данные попадут в наше публичное облако. Этого вопроса мы еще коснемся несколько позже, почему эти страхи не обоснованы. Давайте с вами поговорим теперь о том, как, собственно, АМП защищает. Есть семь принципиально важных функций. Три из них основаны на анализе репутации файлов сигнатур хэшей. И четыре из них основаны именно на анализе поведения каждого из файлов. Но самый первый и простой механизм – это сравнение сигнатуры. Если файл уже есть в базе данных, его хэш есть в базе данных, и он признан вредоносным, то по полному соответствию сигнатуры файла мы можем сказать, что этот файл стопроцентно вредоносный. Плюс такого анализа, что он очень быстрый, минус такого анализа, что он, естественно, с легкостью обходится простым байт-свопингом, то есть любыми полимортными вирусами, которых на сегодня 99%, этот анализ обходится. В этом случае мы можем использовать более общий анализ, так называемый анализ по нечетким отпечаткам, когда мы смотрим сигнатуры и хэши не всего файла целиком, то есть не полностью анализируем весь файл, а только какие-то структурные его компоненты. За это отвечает движок ETHOS, и смотрится наличие на данного файла модулей доступных на чтение на запись, зашифрованных модулей, заархивированных модулей, модулей, использующих API, модулей, которые одновременно являются запускаемыми. То есть какие-то структурные особенности анализируются, чтобы понять, является ли этот файл завредным или нет. Конечно, такой подход увеличивает количество ложных срабатываний, потому что и обычные безвредные файлы могут иметь подозрительную структуру, на первый взгляд. Но при этом такой анализ зачастую производится вручную. В нашем случае этот анализ производится автоматически, что значительно увеличивает его скорость и эффективность. и позволяет классифицировать, то есть одно из преимуществ решения – то, что оно позволяет квалифицировать нам целое семейство зловлетов. Соответственно, если дальше вот как бы анализ по нечётким распечаткам не даёт нам стопроцентной информации о том, что файл является вредоносным, после этого мы переходим к анализу дополнительных параметров файла и прогоняем наш файл через дерево принятия решений. Что собой представляет это дерево принятия решений? Почему некоторые файлы получают положительную диспозицию, некоторые получают отрицательную диспозицию? В этом деле принятие решений анализируется более через 400 различных атрибутов файла, которые позволяют определить, какие сетевые подключения используют файлы, то есть уже анализируется более широкий разброс параметров, полученных в процессе исполнения. Данные деревья принятия решений, они со временем корректируются, они не являются не статическими, а динамическими, и, собственно, за счет этого они совершенствуются вместе с тем, как совершенствуется и изменяется вредоносное программное обеспечение. Здесь анализируются большие объемы данных, именно за счет этого увеличивается вероятность и точность правильного принятия решения. Потому что когда мы говорим об анализе, например, трех файлов, которые обращаются к конкретному IP-шнику, это одно дело. А когда мы говорим о трех тысячах файлов с более-менее сходными сигнатурами, которые мы поняли после анализа четких отпечатков, которые подключаются к одному и тому же IP-шнику, но находятся в разных частях мира, то такое поведение, наверное, становится подозрительным. либо у нескольких заказчиков какой-то неизвестный файл вдруг начал сам копироваться и в больших количествах появляться на всех хостах. Если мы, тем не менее, диспозиция нашего файла по-прежнему остается неопределенной, после этого мы можем уже взять этот файл и оценить его действия. Да, то есть посмотреть, что же, собственно, этот файл делает. То есть запустить его в песочнице. Конечно, такой анализ, он требует большего количества времени. И в итоге мы получаем, тем не менее, более развернутый отчет о том, что же происходило. Например, такого отчета вы видели во время демонстрации. Конечно, возможно, тем не менее, тоже сложные срабатывания. Но за счет анализа большого количества поведенческих индикаторов данного файла мы можем сказать о том, что файл, скорее всего, является зловредным. То есть мы анализируем файл в песочнице. Мы также анализируем наличие у этого файла каких-то модулей, которые, например, будут связываться с внешним миром, будут отвечать за копирование файла, за изменение его структуры и так далее. Либо если этот файл подгружает какие-то дополнительные модули и так далее. Например, результат анализа из песочницы с помощью ThreadGrid вы также видели во время демонстрации. На этом я сейчас останавливаться подробно ввиду ограниченности нашего времени не буду. Далее мы можем применить и более расширенный анализ за счет корреляции событий с другими системами, в том числе системами предотвращения вторжения, системами репутации IP и URL-адресов, событиями, которые мы можем получать из СИЭМ, то есть внешних систем управления событиями безопасности и так далее. То есть на слайде приведен пример, рассматриваются три события. Узл подключился к команде Control Server, сработала система обнаружения вторжений и на узле было запущено приложение, подключающееся к этому серверу. Каждое из этих событий само по себе могло быть сложным срабатыванием, но когда они рассматриваются все вместе и коррелируются события из различных систем, которые были детектированы с помощью различных систем, то это уже говорит нам о том, что скорее всего это события информационной безопасности. Продолжение следует...